Компьютеры являются неотъемлемой частью современной жизни, оказывая влияние на практически все аспекты человеческой деятельности. От их происхождения в виде простых вычислительных машин до сегодняшних сложных систем с искусственным интеллектом, компьютеры произвели революцию в том, как мы работаем, общаемся и размышляем. В этом эссе рассматриваются эволюция, компоненты, типы и социальное влияние компьютеров, чтобы дать полное понимание их значимости. Историческая эволюция компьютеров. Ранние механические компьютеры. Концепция компьютера восходит к древности, когда люди начали использовать такие инструменты, как абакус, для вычислений. В 17 веке появились такие устройства, как Паскалин Блеза Паскаля, механический калькулятор и позднее проект Чарльза Беббиджа по созданию аналитической машины, которая считается первой концептуальной моделью программируемого компьютера. Рождение современной вычислительной техники. 20 век стал временем появления электронных вычислительных машин. Во время Второй мировой войны были разработаны такие машины, как Колосс и Эньяк. Для помощи в расшифровке кодов и артиллерийских расчетах. Эти первые компьютеры были огромными. Занимали целые комнаты и потребляли большое количество энергии. Эра микрокомпьютеров. 70-е и 80-е годы 20 века стали временем расцвета персональных компьютеров АКА, что способствовали такие компании, как Apple и IBM. Развитие микропроцессоров, таких как интеловские 404-й, позволило производить более компактные и доступные компьютеры. Это демократизация вычислительных мощностей и изменило бизнес, образование и развлечение. Основные компоненты – аппаратное обеспечение. Компьютеры состоят из различных аппаратных компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. Центральный процессор – ЦП, часто называемый мозгом компьютера. ЦП выполняет инструкции и обрабатывает данные. Пооперативная память – АЗУ, временное хранилище, которое хранит данные и инструкции для ЦП. Три – хранение данных. Устройства, такие как жесткие диски, ЖД и твердотельные накопители, ТН, которые хранят данные на постоянной основе. Четыре – устройства ввода. Инструменты, такие как клавиатуры, мыши и сканеры, которые позволяют пользователю взаимодействовать с компьютером. Пять – устройства вывода. Мониторы, принтеры и колонки, которые показывают или производят результаты работы компьютера. Программное обеспечение. Программное обеспечение относится к инструкциям и программам, которые выполняются на аппаратных компонентах компьютера. Эдин – операционные системы. Управляют аппаратными ресурсами и обеспечивают пользовательский интерфейс, например, Windows, Macintosh, Linux. Два – программы. Выполняют конкретные задачи, такие как обработка текста, серфинг в интернете и игры. Трид – утилиты. Программное обеспечение. Программное обеспечение. Программное обеспечение относится к инструкциям и программам, которые выполняются на аппаратных компонентах компьютера. От нее – операционные системы. ОС. Управляют аппаратными ресурсами и обеспечивают пользовательский интерфейс, например, Windows, Macintosh, Linux. Два – программы. Выполняют конкретные задачи, такие как обработка текста, серфинг в интернете и игры. Три – утилиты. Поддерживают и оптимизируют работу системы. Типы компьютеров. Суперкомпьютеры. Суперкомпьютеры – это самые мощные системы, способные выполнять триллионы операций в секунду. Они используются в научных исследованиях, прогнозировании погоды и сложных симуляциях. Мейнфреймы. Мейнфреймы – это большие, мощные системы, которые используются в организациях для выполнения критически важных приложений, таких как обработка транзакций и управление базами данных. Персональные компьютеры. Персональные компьютеры. ПК предназначены для индивидуального использования и бывают разных форм. Настольные ПК, ноутбук и планшеты. И планшеты. Они покрывают широкий спектр затофисной работы до развлечений. Встроенные системы. Встроенные системы – это специализированные компьютеры, которые интегрированы в другие устройства, такие как автомобили, шайд, бытовая техника и медицинское оборудование. Они выполняют конкретные функции с высокой эффективностью. Роль компьютеров в обществе. Бизнес и промышленность. Компьютеры революционизировали бизнес, автоматизируя процессы, повышая производительность и позволяя анализировать данные. Системы управления ресурсами предприятия, инструменты управления отношениями с клиентами, CRM и финансовое ПО стали основными для современных компаний. Образование. Образование. Компьютеры облегчают электронное обучение, доступ к огромным информационным ресурсам и интерактивные учебные занятия. Виртуальные классы и онлайн-курсы сделали образование более доступным. Здравоохранение. Здравоохранение активно использует компьютеры для управления медицинскими записями пациентов, диагностики с помощью изображений и телемедицины. Современные системы, такие как инструменты диагностики с использованием искусственного интеллекта, повышают точность и эффективность. Связь. Компьютеры изменили способы коммуникации через электронную почту, социальные сети и видеоконференции. Эти технологии позволяют мгновенно подключаться с людьми по всему миру, что способствует сотрудничеству и социальному взаимодействию. Достижения в области технологий компьютеров. Искусственный интеллект и машинное обучение. Искусственный интеллект и машинное обучение позволяют компьютерам выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта, такие как принятие решений, распознавание речи и перевод языков. Эти технологии активно применяются в таких областях, как финансы, здравоохранение и автономные автомобили. Квантовые вычисления. Квантовые вычисления. Это развивающаяся область, использующая квантовую механику для выполнения сложных расчетов с беспрецедентной скоростью. Хотя эта технология еще находится на начальном этапе развития, она может привести к прорывам в криптографии, науке о материалах и искусственном интеллекте. Облачные вычисления. Облачные вычисления позволяют пользователям хранить и обрабатывать данные и программы через интернет, а не на локальных устройствах. Эта модель обеспечивает масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность как для частных лиц, так и для организаций. Интернет-вещей. Интернет-вещей IoT представляет собой сеть взаимосвязанных устройств, которые собирают и обмениваются данными. От умных домов до промышленной автоматизации. IoT повышает эффективность и открывает новые возможности для инноваций. Проблемы и этические вопросы. Кибербезопасность. С увеличением зависимости от компьютеров вопросы кибербезопасности становятся крайне важными. Угрозы, такие как вирусы, фишинг и программное обеспечение вымогателей представляют собой серьезные риски для людей и организаций. Конфиденциальность. Сбор и хранение личных данных компьютерами вызывает вопросы о конфиденциальности, а необходимо найти баланс между технологическим прогрессом и защитой данных. Потеря рабочих мест. Автоматизация и искусственный интеллект вызывают опасения относительно утраты рабочих мест, особенно в таких отраслях, как производство и обслуживание. Однако эти технологии также создают новые возможности в области анализа данных и разработки программного обеспечения. Будущее вычислительных технологий. А будущее вычислительных технологий обещают захватывающие достижения, такие как интеграция искусственного интеллекта в повседневную жизнь, развитие квантовых вычислений и распространение устройств интернета вещей. По мере того, как технологии продолжают развиваться, обществу предстоит адаптироваться как к их преимуществам, так и к вызовам. Компьютеры прошли долгий путь от своих скромных начинаний, как простых вычислительных устройств. Сегодня они являются незаменимыми инструментами, способствующими инновациям, повышению эффективности и связующими людей по всему миру. А вглядываясь в будущее, потенциал для новых достижений в области вычислительных технологий безграничен, открывая мир возможностей, которые еще предстоит исследовать.